Время борьбы за бюджеты В нашей любимой касте хороших русских вспыхнула нешуточная война и раздор Курируемый разведкой США медиапроект Романа Баданина с оригинальным названием проект Внезапно прыгнул на издание Медузы, расположенное в Латвии Мол, 90% аналитики и прогнозов последних это фуфло, ничего не сбывается А оставшиеся 10% это переписанная у кого-то, в том числе и у кремлевских СМИ, информация Короче, веры Медузы больше нет Правда, потом выяснилось, что и проект не чист на руку Речь не про финансирование всевозможных западных фондов А про то, что блог про Медузу в статью был вставлен в последний момент и лично Романом Баданиным А комментарии некоторых журналистов для статьи брались под ложным предлогом К Мочилову привалтийских борцов с путинизмом присоединились и Навальнисты из фонда борьбы с коррупцией Их лидер Леня Волков попутно еще и обосрал Собчак за то, что та смогла решить конфликт с Чемизовым и вроде как не при делах осталась на свободе Хотя редактор и автор ее телеграм-канала до сих пор проходят по делу о вымогательстве и частично признали вину и даже сотрудничают со следствием Сама же Медуза отрабатывает методички, публикует расшифровку несостоявшегося выступления Зеленского перед финалом чемпионата мира по футболу в Катаре Также пишет расследование про Илона Маска, мол тот подыгрывает республиканцев и вообще похож на Трампа Разбирает на атомы русский империализм Короче, вся самая актуальная информация для простого русского человека Но грантов много не бывает, а потому и в БК, который начал мочить Медузу, спивается с ней же в Мочилове Илона Маска Летят лайки, летят! А в это время в далеком Катаре задержан Петр Верзилов и Пусси Райт за попытку выбежать на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу Как они это сделали в 2018 году в России Судя по футболкам несостоявшихся бегунов, планировалась акция в поддержку иранских женщин А то к концу года протестная активность в Иране как-то стала снижаться Никогда такого не было и вот опять Что разношерстные эмигранты в 1918-м, что белые офицерские организации в 30-х Что диссидентское движение в 79-м и, прости господи, координационный совет оппозиции в 2012-м Борцы с властью в России не изменяют себе Неважно, какую идею они несут Неважно, как они будут строить свою прекрасную Россию будущего Важно, как можно эффективнее перегрызть глотку соратнику ради иностранного финансирования Потому что по-настоящему хороший русский хорош только тогда, когда он сытый Поэтому добро пожаловать на очередной сезон голодных игр хороших русских Гранты получат сильнейшие Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова